Так выглядит движение крови в сосудах у здоровых людей. После 30 лет у трети запорожцев аппарат УЗИ выдает совсем другие изображения, а после 40 сосудистыми нарушениями страдают уже половина жителей области. А попросту УЗИ. В год такую процедуру проходят более тысячи пациентов областной больницы. Зачастую ее достаточно, чтобы выявить нарушения в работе сосудов. Это сколько крови идет, симметрично ли, нет ли преобладания с какой-то стороны справа или слева, не вызвано ли недостаток кровообращения. Другие нарушения в головном мозге, будь то воспаление или опухоли, медики диагностируют с помощью МРТ. Это мозг пациента, перенесшего кровоизлияние и уже одну операцию. Сейчас его готовят к следующей, поэтому томография в этом случае – плановое необходимое исследование. Но пройти ее может каждый желающий. 20 минут под 17-тонным аппаратом и диагноз готов с точностью в 90%. Если врач посмотрит, скажет, вы знаете, у вас все хорошо, это, конечно, успокаивает, но не настолько. А когда уже человек получает диск с исследованием, допустим, пишут заключение, что все в порядке, то это, конечно, я думаю, у очень высокого процента пациентов сразу проходит головная боль. Комплексное обследование организма медики советуют проходить раз в несколько лет. А для предупреждения самых распространенных для Украины сердечно-сосудистых заболеваний – не сидеть долго за компьютером и телевизором, побольше двигаться и поменьше нервничать.